Ну, соответственно, с точки зрения внедрения информационных систем, опять-таки, есть общепринятые стандарты кодирования об оборудовании, элементов, есть те, которые дорабатываются по отрасли. То есть, в частности, в этом стандарте приведены коды классов оборудования, которые затем загружаются в информационную систему и живут там уже как информационные объекты в некой системе Асутаир. Опять-таки, важно в этом стандарте разделы, это границы. То есть, когда мы говорим о нашем оборудовании, мы должны понимать, в какой системе, в каком контуре работает это оборудование. В этом стандарте очень много примеров границ, генератор, насосная установка. И видно, что здесь, опять-таки, наш насос, он работает в составе системы, которая перекачивает жидкость. И в этой системе есть силовая передача, редуктор, двигатель, есть контроль, есть система смазки, ну и прочая система безопасности. С точки зрения структурирования данных, важно понять, в какой технологической системе работает эта единица оборудования. Чтобы при анализе надежности мы анализировали именно эту систему, не выходили там за другие технологические там системы, с которыми это связано. Типовые узлы. Опять-таки, еще раз там, с такой маниакальной периодичностью буду говорить, что именно компоненты являются теми узлами, которые отказываются в оборудовании. И опять-таки, в этом стандарте, и дальше я покажу эти данные, которые собирают коллеги, есть именно данные по конкретным компонентам, ну, компоненты узлодетали, тут вопрос философский, которые входят в эту вот уже границу анализа в составе этой системы, да, понятно. Видели, да, насос у нас был, там была на схемке силовая передача, в свою очередь силовая передача может состоять из компонентов. Вот это и есть, как бы, границы проведения анализа или сбора данных по надежности. Соответственно, мне интересна именно работа подшипника в составе силовой передачи насоса в какой-то системе технологической, там, подачи воды. То есть сам насос сам по себе мне не интересен, поскольку я его ремонтирую именно путем замены компонентов. Ну, понятно, да, идея такая очевидная, но не всегда реализуется. Опять-таки, для того, чтобы занормировать мероприятие, то есть что может происходить с этим оборудованием, есть определенные понятия, это типовые воздействия. То есть что можно сделать с этим оборудованием в вводе какой-то работы. Мы же все привыкли к слову ремонт, да. С точки зрения возможных операций, которые можно спланировать, это их гораздо больше. Ну, здесь там порядка десяти. То есть, включая и проверки, инспекции, ну, и комбинацию этих действий. Я напоминаю, что все это разделы стандарта. То есть стандарт позволяет унифицировать сами данные на уровне справочников, соответственно, договориться, какие справочники для анализа надежности применяются и начать ими обмениваться внутри цехов, предприятий, холдингов, ну и, соответственно, отраслей. То есть такая идея у нас давно там летает. Ну, и в частности, в этом справочнике, в этом стандарте есть некая категория обслуживания. То есть то, что называется у нас ППР, на самом деле градация более детальная, какие виды воздействий, кроме ППР, возможно на этом оборудовании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин